Более миллиарда рублей отдали воронежцы мошенникам в 2023-м. Такие данные привели правоохранители на пресс-конференции, посвященной борьбе с киберпреступностью. По сравнению с прошлым годом, эта цифра увеличилась почти на треть. Предлоги у злоумышленников самые разные. Отмена заявки на кредит, предложение покупки, а также помощь родственнику, который якобы попал в беду. Мошенники постоянно развиваются. Их ухищрения становятся все более продуманными. Зачастую звонят и пишут через мессенджеры, для убедительности на аватарку ставят изображение какого-либо ведомства или организации. Приходит сообщение, в котором якобы руководитель просит сотрудника помочь. Организация попала в сложную ситуацию, счета заблокированы, трудности временные, но нужно расплачиваться с контрагентом. Курьер уже едет и нужно передать ему деньги, определенную сумму. Либо свои снять, если есть, либо кредит взять. Но это нужно сделать очень быстро. В будущем сотрудники ждут некие бонусы, благодарности за лояльность компании. По факту остается человек без всяких бонусов, но зато с кредитом. Кроме того, в преддверии новогодних распродаж мошенники активно рассылают спам-письма от имени различных магазинов. А ссылки, которые находятся в этих посланиях, ведут на специальные сайты. Через них злоумышленники легко могут получить все данные конкретного человека. Поэтому необходимо пользоваться лишь официальными приложениями. Благодаря Банку России и прокуратуре подобные поддельные сайты блокируют, как и телефоны, из которых идет дозвон. За последние два года заблокировали более миллиона таких номеров. Если вы стали жертвой кибермошенников, необходимо в течение суток обратиться в банк после, написать заявление в полицию. Между тем, обмануть злоумышленники способны практически кого угодно, благодаря своим психологическим приемам. Задача мошенника – расположить к себе. И, соответственно, вот эти повторения, ну такое легкое, да, игривое, так сказать, общение, оно приводит к тому, что человек начинает доверять. Задача мошенника – полностью блокировать контроль когнитивный. То есть это отключать мышление потенциальной жертвы и делать так, чтобы включался эмоциональный контроль. Ну а когда включается эмоциональный контроль, человек не способен критично оценивать ситуацию.